привет в этом уроке я покажу вам как делать плетение barrel или бочонок выглядит оно как нить из кольчужных овальных бусин очень гибкая подойдет для цепочек ну и для браслетов тоже по поводу размеров для этого плетения подойдут размеры колец внимание я называю внешние диаметры колец не внутренние значит размеры 4 на 07 где 4 это внешний диаметр кольца четыре с половиной на 08 5 на 0 9 5 с половиной на 17 на 1 и 3 вот например четыре с половиной на 08 кольца вот у меня небольшой образец здесь пять с половиной на один и еще есть вот такой маленький образец это 4 на 07 еще одно замечание по поводу размеров я даю размеры которые точно подойдут для плетения то есть это размеры с которыми у вас точно получится плетение она будет гибким и в то же время рисунок будет четким это не значит что только эти размеры подойдут если хотите вы можете пробовать с другими размерами у вас есть ар вы можете ориентироваться на него кто не знает что такое ар очень рекомендую посмотреть урок про размеры колец там я объясняю что такое ар и зачем он нужен ссылка у вас появилась вверху то есть размеры колец это ориентир для тех кто не хочет тратить время на выяснение и на подбор колец я буду работать с размером колец 7 на 1 и 3 приступаем к работе для работы нам понадобятся закрытые колечки и открытые колечки примерно одинаковое количество и так берем открытое колечко и и нанизываем на него три закрытых кольца раз два три закрываем стараемся закрывать ровно теперь я на одно колечко добавлю скрепку чтобы удобнее было держаться и так смотрите вот у нас получилась цепочка из двух колец и одинарных и тут торчит у нас два кольца нам нужно провести новое открытое кольцо через вот эти два крайних кольца теперь я вот это открытое кольцо должна провести через первое кольцо плетения на котором скрепка вот таким образом вот так еще раз покажу вот кольцо провести его нужно через первое кольцо так вот так и закрываю это кольцо теперь мне нужно провести новое открытое кольцо через вот это кольцо нижнее и вот это кольцо верхнее вот эти два кольцо вот это и вот это вот таким образом и закрываю это кольцо вот у нас уже появилась одна бусина теперь берем новое открытое колечко продеваем его через крайние добавляем два закрытых и и закрываем кольцо и закрываем кольцо так опять у нас получилось одно кольцо одинарное второе кольцо и здесь у нас два кольца с краю нужно новое открытое колечко провести через эти два крайних кольца таким образом и через вот это кольцо которое идет сразу после бусины вот так еще раз покажу еще раз покажу и закрываю закрывайте аккуратно чтобы стыки были ровны и без дырок без дырок теперь новое открытое колечко нужно провести через вот это кольцо и вот это кольцо вот эти два кольца это и вот это вот таким образом и закрываю кольцо так уже две бусины дальше берем новое открытое колечко проводим его через крайнее кольцо нашего плетения и добавляем два новых закрытых колечко так закрываем теперь новое открытое кольцо нужно будет провести через вот эти два кольца крайних и через вот это кольцо вот это которое идет сразу после кольчужной бусины через два крайних и через кольцо которое рядом с бусиной закрываю так и новое открытое кольцо нужно будет провести через вот это кольцо и вот это кольцо вот они вот это и вот это вот таким образом и закрываю вот уже у нас формируется цепочка из кольчужных бусин дальше продолжаем по аналогии добавляем новое открытое кольцо на крайние и два закрытых новых колечко закрываем теперь на два крайних кольца окончились на два крайних кольца добавляю новое открытое и провожу его же через кольцо которое идет после предыдущей бусины и закрываю дальше также продолжаем до получения необходимой длины цепочки вот такое плетение получилось очень необычное красивое можно сюда добавлять между кольчужными бусинами и обычные бусины разбавлять плетение будет очень красиво смотреться спасибо за внимание желаю вам творческих успехов дерзайте смотрите